Музыка Опасность подобного развития событий в мире, она как-то затушевывается, уходит. Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным. А между тем, если, не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть и планеты. Поэтому вопросы серьёзные. И очень жаль, что вот такая тенденция недооценки, она имеет место быть и даже нарастает. Есть и особенности сегодняшнего дня, есть опасности. В чём они заключаются? Первое – это развал, по сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонки вооружений. После выхода Соединённых Штатов из договора по противоракетной обороне, который, я уже тысячу раз об этом сказал, но тем не менее являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений. После этого мы вынуждены были, вынуждены были ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда, таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет. И в этом смысле есть определённые преимущества. Но в целом в стратегическом балансе это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов. Вот это что. Это сохранение паритета. Не более того, сейчас делают ещё один шаг, выходят из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность. То же самое по договору СНВ-3. То же самое. Вот в 2021 году он заканчивает существование. Никаких переговоров пока не ведётся по этому вопросу. Ну, неинтересно, не нужно. Ну, ладно, мы проживём, мы свою безопасность обеспечим, мы знаем, как это сделать. Но в целом для человечества это очень плохо, потому что это подводит нас к очень опасной черте. Ну и, наконец, есть ещё одно обстоятельство, на которое я не могу не обратить внимания. Вот существует тенденция понижения порога применения. То есть есть идея создать ядерные заряды малой мощности. И это уже не глобальное такое, а тактическое применение. И это, мол, можно уже такие, у аналитиков звучат у некоторых на Западе такие идеи, что это ничего страшного, можно и применить. Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе. Это одна опасность с сегодняшнего дня. Вторая – применение баллистических ракет в неядерном исполнении. Правда, американские партнёры вроде бы от этого отказались, но идея сама существует. А что это значит? Баллистическая ракета стартовала в ядерном она, в неядерном исполнении. Система СПРН, скажем, система предупреждения ракетного нападения, она фиксирует старт, место старта. И через несколько секунд определяет траекторию полёта и возможные территории падения головных частей. Но всё-таки это всё, знаете, на грани возможной ошибки. Это ужасно. До этого нельзя доводить. Но, тем не менее, такая идея использования баллистических ракет в неядерном исполнении существует. Ну, из Мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракеты. Да хрен её знает, она в ядерном она или не в ядерном. Пойди там разберись. Понимаете, это же очень опасная вещь. И вот всё это муссируется, обсуждается, и это опасно. Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения для того, чтобы не доводить до крайности. Продолжение следует...